Претензий к фонду капремонта накопилось с лихвой. Первый вопрос – таблицы выбора подрядных организаций. По мнению общественников, сейчас они больше напоминают черный ящик, который никогда не откроется. Получить данные не могут ни жители, ни управляющие компании, ни правозащитники. Без них понять, какие организации участвовали в конкурсе, по каким критериям выбирались и сколько баллов набрал победитель, невозможно. У нас законодательно не предусматривается сохранение этих расчетов. Мы не храним эти данные. Все остальные данные у нас, они все хранятся, вы можете в любой момент посмотреть. По словам общественников, все иначе. Накануне заседания они хотели ознакомиться с результатами деятельности фонда за 2016 год. Выяснилось, что это невозможно. Отчеты до сих пор не опубликованы. Мы до 15 апреля обязаны разместить, но с пудитовским заключением. К сожалению, конкурс задержался по многим причинам. В общем, аудитор не дал заключение, вы не опубликовали. Да, сейчас оно дано. Мы на этой неделе опубликуем всю информацию по 2016 году. А вот раскрывать таблицы с конкурсными данными о подрядчиках в фонде не спешат. В законе не прописано. Значит, и публиковать не обязаны, считают специалисты. По мнению юриста Анны Никитиной, такая позиция незаконна, особенно в отношении общественных организаций. У нас есть право запрашивать информацию, которая нам требуется для проведения общественного контроля. А у тех лиц, у которых мы запрашиваем эту информацию, есть обязанность эту информацию предоставлять в 30-дневный срок. Если есть какие-то объективные препятствия для предоставления этой информации в этот же срок, он обязан будет уведомить. Да, у нас уведомили о том, что информацию получить мы не можем. Но объективных причин, на мой взгляд, для непредоставления этой информации не было. Информация о подрядчиках дала бы ответы на многие вопросы по некачественному ремонту домов, считают и в жилинспекции. Жалобы в ведомство поступают регулярно. По словам руководителя Сергея Плисова, чаще они подтверждаются. За последний год фонду выдали 215 предписаний об устранении нарушений. Возбудили 125 административных дел. Но все это практически бессмысленно. На сегодняшний день отсутствие законодательной базы именно в кодексе административных правонарушений о наказании и привлечении регионального оператора к административной ответственности. Здесь хоть мы, извиняюсь за выражение, хоть лоб разбей, а мы в этом отношении не в состоянии привлечь даже регионального оператора. Поэтому мы на свой страх и риск идем, выдаем предписание, пытаемся бороться в судах. Но как-то практически четвертое наше предписание судебных органов просто разбивается. Сергей Плисов открыто заявил, технический надзор деятельности фонда капремонта сегодня полностью отсутствует. Заседание по капремонту длилось почти три часа. За это время у инициаторов осталось больше вопросов, чем ответов к фонду. Если руководители в ближайшие две недели не опубликуют отчеты о собственной деятельности, общественники намерены обратиться в Следственный комитет для проведения проверки.